Это по ходу дела. Несмотря на это, я бы хотел спросить у Константина Евгеньевича, директора нашего института. Не хотите ли вы начать это заседание, представивши доклад Александра Сергеевича? Ну, Леонид Геннадьевич. Спасибо. 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 Спасибо вам большое за это. Ну, Леонид Геннадьевич, ну, Леонид, я тебя попрошу вести это заседание. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мое ведение закончится в том, что я попрошу Александра начать и включить презентацию и самостоятельно объявить название доклада. Этот доклад касается тематики нашего, не просто касается, есть большая часть тематики нашего сотрудничества с ОИИ и конкретно с лабораторией информационных технологий, где Александр занимает ключевую позицию. Александр, прошу вас. Спасибо. Большое спасибо за такое представление. Я не знаю, слайды видны, да, мои? Видны. Прекрасно. Во-первых, сотрудничество – это всегда дело обоюдное, поэтому я тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете сотрудничество с нами и приглашаете нас на мероприятия и на выступления. Спасибо от лица всех представителей, да. Передо мной была поставлена задача сделать доклад для студентов в первую очередь, поэтому у меня такое ощущение, что профессоров в составе слушателей больше, чем студентов сейчас. Но они настолько же любознательны, как и студенты. Да, конечно. Доклад мой называется «Современные методы и подходы к анализу данных физики». Почему я это назвал современными методами и подходами – это дискуссионный вопрос, потому что многие методы вообще разработаны были давно и начались применяться тоже давно. Тем не менее, какие-то современные методики и подходы тоже будут представлены. Я захотел сделать обзор тех задач, в которых я сам был вовлечен, так или иначе. Может быть, некоторые отступления тоже будут на слайдах по поводу задач, к которым я не имел отношения. Просто мне показалось интересным их тоже очень коротко отразить. Начну я с идеи того, в чем основные вызовы для методов искусственного интеллекта, на которые они должны ответить. На мой взгляд, это два основных вызова. Это автоматизация интеллектуальной человеческой деятельности, включая, например, распознавание образов, скажем, вождение. Это автопилот для автомобилей является таким ярким примером, когда человек может легко. Эта задача для человека дается очень легко, но очень сложная является для автоматизации. И методы искусственного интеллекта для этого прекрасно подходят. Второе – это решение задач, которые человеку не подвластны. То есть это, в основном, работа с большим набором или многомерных данных, где человек может просто теряться. Здесь методы искусственного интеллекта могут быть очень полезны. Сейчас таким множеством методов, которые на слуху у людей – это deep learning, глубокое обучение. В видео «Так и матрешки» здесь продемонстрировано то, как одно множество методов включается в другое. И понятие искусственный интеллект – это очень общее понятие. Оно предполагает не обязательно методы, которые основаны на обучении. В отличие, скажем, от методов машинообучения, такие как регрессия, которой пользуется уже человечеством больше века. Но регрессия по современной классификации относится к методам машинообучения. Так как регрессия метника модели с параметрами, и на данных эти параметры определяются. И вот некоторые из этих методов, которые применяются в физике, я бы хотел отразить в своем докладе. В физике, в первую очередь, это в ускорительных экспериментах. Там, где у нас ученые ускоряют тяжелые ионы, соударяют между собой. Не обязательно ионы, там другие частицы. На больших машинах ускорительных эти частицы достигают больших значений энергии, скорости. И при соударении высобождается огромная энергия, которая порождает множество частиц. И вот это множество частиц для того, чтобы потом как-то ретроспективно построить картину того, что произошло. Эти частицы детектируются, оставляют свои следы в детекторах. И эти следы нужно обработать, нужно восстановить картину происходящего. То есть это распознавание траекторий частиц, идентификация частиц, анализ частиц, то есть их распознавание и так далее. Но, в первую очередь, те методы, которые я отражу, они касаются экспериментов Сибьем на Фейер и экспериментов на Ника в Дубне. Фейер и Ника это ускорительные комплексы. Почему их? Потому что я как-то был задействован в этих работах. Один из интересных методов является преобразование хаффа. Это переход из пространства измерений данных в пространство параметров модели. Вот здесь, я не знаю, видно ли мою мышку. Слева на картинке показано измерение. Показано измерение, например, 5 измерений. Если мы предполагаем, что модель должна быть прямой линией, то есть эти точки должны лежать на прямой линии, то мы можем перейти в пространство АБ, где АБ и коэффициенты, собственно, прямой. Если мы построим, то есть если мы сможем построить, скажем, попарно по каждой из этих точек прямой линии, то мы найдем на пространстве АБ точки, которые можно впоследствии объединить, условно, например, гистограмму или каким-то другим образом, и получить оценку параметров линии, где каждая точка в пространстве АБ, это есть одна прямая линия в пространстве XY. Соответственно, одна точка в пространстве XY есть прямая линия в пространстве АБ. Для того, для, скажем так, практического применения этого метода часто бывает необходимо, вообще говоря, выделить некоторую область, то есть сделать задачу кластеризации, где проходит наша вот эта прямая линия. Скажем, если мы попарно будем проводить точки прямой линии вот в этом множестве точек, то это будет просто огромная комбинаторика. И вот для таких вот кластеризаций, например, можно использовать метод поворотных гистограмм. Что это за метод? Если вы спроецируете все ваши точки на, скажем, ось OY, построите там просто бины и построите гистограмму на этих бинах, проекции этих точек, то вы получите какое-то распределение. Вот поворачивая, скажем так, либо вот эту вот плоскость, либо саму гистограмму, поворачивая вокруг данных, мы можем строить множество таких гистограмм, и будет видно, в общем-то, там, где мы можем иметь пик, в некоторых бинах, будет видно, что здесь есть некий коридор, в котором может лежать вот прямая линия. Скажем, если бы у нас поворот был вот такой, примерно 45 градусов гистограммы, то мы бы видели вот здесь большой пик, потому что здесь есть множество точек, лежащих на прямой. Такой метод, например, применялся нашими коллегами в CBM-эксперименте, точнее, для распознавания колец в детекторе РИЧ. РИЧ – это ринг-имидж Черенкова-детектор. Он представляет из себя резервуар, в котором наполнены газом, и частицы после соударения в точке взаимодействия расходятся в сторону, здесь направление пучка – это так называемый эксперимент с фиксированной мишенью. Пучок приходит, бьет в фольгу, и частицы уходят, опять же, в сторону, разлетаются вот в этом аксептансе в сторону пучка. Затем, пролетая через этот резервуар, они, соответственно, происходят, Черенковское излучение, которое отражается от зеркал и принимается фотоумножительным детекторами. Вот, получается, примерно вот такие вот картины. Синие точки – это попадание фотонов на фотоумножительный детектор. И дальше нужно среди этого множества точек определить вот такие кольца. То есть нужно их найти, нужно определить их параметры. Зачем? Это нужно для того, чтобы… для идентификации частиц. Вот вы видите, что здесь радиус этих колец поставлен в зависимость от импульса частицы. Мы видим, что электроны от пионов очень можно хорошо разделить с помощью такого детектора, вплоть до 80 ГФ. Вот, собственно, эта цель, идентификация частиц – это цель этого детектора. Ну и задача была, собственно, распознавание этих колец. Применялся как раз метод преобразования Хаффа. Можно через каждые три точки на этой плоскости построить окружность, потому что она определяет… Каждая окружность легко определяется тремя точками. И затем построить гистограмму вот этих вот центров этой окружности, которые получаются. Понятно, что если точки лежат примерно на одной окружности, то будет большой пик в районе центра этой окружности. Вот, собственно, здесь показано, как это сделано. Однако, для минимизации комбинаторики, конечно, производилась здесь еще задача кластеллиризации предварительная. Интересно, что таким образом очень хорошо можно даже отделить перекрывающиеся кольца, потому что их центры будут иметь довольно различные пики. Дальше, имея вот такой двухмерный гистограмм, вы можете просто обрезать ее на некотором уровне, и получившиеся вот эти вот пики будут просто относиться, соответственно, к центрам окружности. Ну и далее, для оценки уже параметров этих колец, они могут быть в виде колец, то есть именно в виде окружностей, но из-за геометрических искажений детектора могут также быть эллипсами. Вот задача, дальше стоит оценка радиусов, собственно, этих колец. Вот я как раз занимался в этой задаче подгонкой параметров, то есть регрессии кривых второго порядка на плоскости с ограничением на то, чтобы это были эллипсы. Мой коллега Семен Лебедев занимался как раз преобразованием ХАФа для определения колец этих черенковских колец. И вполне успешно это сейчас реализовано в программе обеспечения эксперимента СБМ и прекрасно работает по сей день. Ну, второй метод, который я тоже хотел отразить, опять же, я нацеливался на студентов в первую очередь, вот, это рабастная реагрессия. Чем она интересна? Дело в том, что в данных, особенно в данных измерений, вот в физике высоких энергетом, электроника на передовой, скажем, являясь передовая, создается как через R&D, то есть редко она берется какой-то уже готовой, потому что каждый эксперимент уникален, ставит свои задачи и требует иметь свои требования к электронике. Понятно, что эта электроника может иметь сбой, другими словами, могут иметь вылеты в этих измерениях. Здесь также представлены вот эти точки, скажем, измерений, которые должны лежать на одной прямой, вот здесь справа это видно хорошо. Но может быть так, что одна точка может иметь просто вылет, то есть она может иметь значение, которое неадекватно по отношению к измерению. То есть ошибка измерения получена каким-то другим путем, вследствие каких-то искажений, например. Если вы проведете обычный МНК, то есть метанометчик квадратов, то вы получите искажение значений коэффициентов модели из-за того, что вот эта точка вносит большой вклад в функционал для метода наименьших квадратов. Соответственно, получившиеся значения параметра будут сильно отличаться от изначально заданных. Но есть возможность, скажем, ввести веса в метанометчик квадратов и через итерации просто пересчитывать веса в зависимости от расстояния до точек. Таким образом, влияние, скажем, вот таких вот аутлетов, оно будет нивелировано, фактически будет приравнен к нулю, и ваша модель будет оцениваться только вот по оставшимся точкам. Такой метод был предложен в свое время Тюбке. Он также вывел из некоторых соображений функцию оптимальных весов в зависимости от невязки, то есть расстояния от модели до точки. И итерационным путем, пересчитывая это каждый раз, изначально делая просто метод наименьших квадратов, где веса равны единице, потом пересчитывая это веса каждый раз, то в течение нескольких итераций метод вполне сходится и дает хорошие результаты. То есть, почему это называется робастный, потому что он устойчивый к выбросам. Ну, этот метод, например, применялся вот в регрессии, подгонке адронных ливней и треков в эксперименте. Господи, я здесь не написал, по-моему, это был эксперимент опера, если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Здесь, как вы видите, довольно большое количество, множество точек, и понятно, что они могут иметь влияние на значение трека. Но вот методом пропасной подгонки удавалось довольно хорошо оценить эти кривые. Еще одним применением для этого метода, вообще он сейчас часто применяется, по-моему, сейчас уже в РУТе есть, он реализован в то время, когда мы занимались этим задачей, он не был реализован в программном пакете РУТ, который является стандартом для обработки данных для физиков в экспериментах по соударению тяжелых ионов. Тогда нам приходилось это делать вручную, и вот один из методов было определение вершины соударения, опять же, в эксперименте CBM. Треки, которые обнаруживались в трекерных детекторах, то есть с помощью методов трекинга, они дальше экстраполировались ретроспективно назад по времени, и нужно было найти точку, которая наименее удалена от всех остальных треков, всех этих треков. Понятно, что эта задача довольно такая, может, плохо определенная, я имею в виду экстраполяция одного трека, потому что ошибки измерения и ошибки, собственно, метода трекинга могут давать искажения, и эти треки могут уходить далеко от вершины вследствие ошибок. Ну, вот такой вот рабастный подход позволял, собственно, введя весовые коэффициенты, влияние таких треков нивелировать и довольно хорошо оценивать вершины взаимодействия. Определение вершины взаимодействия очень важно для дальнейшего физического анализа. Еще одним методом я бы хотел... Еще про один метод я бы хотел рассказать, это выявляет анализ, то есть выявляет преобразование. Что это такое? Это... некоторая функция, зависящая от двух переменных а и b, которые получаются через несобственный интеграл, то есть свертку функции psi, называемой вейвлетом, с исходным функцией, которую вы преобразуете. При этом однозначно определяется обратное преобразование, где есть эта ваша исходная функция, получается через, опять же, этот psi и материнский вейвлет, так называемый. То есть вот эту саму вашу функцию двух перемен. Чем интересен такой подход, то есть выявляет преобразование, в отличие, скажем, от того же фурье преобразования, он позволяет получить не только частоты вашего сигнала, который вы преобразуете, ну и локализацию этих частот в пространстве. Есть такое понятие, как оконное преобразование в фурье, которое тоже позволяет, то есть выделяет некое окошко в вашем сигнале и уже определяет частоты в этом окошке. Вы можете построить эти окошко здесь и показать частоты, которые там существуют с помощью фурье преобразования, но вейвлет преобразования позволяет это сделать нативно. Вот здесь вот показан такой сигнал, где здесь у вас есть низкая частота, дальше идет высокочастотный сигнал, и вейвлет преобразования вам просто... То есть здесь картинка в окошке преобразования, это B переменная, здесь переменная A. Переменная B отвечает за смещение этого вейвлета, а A за фактическую частоту, то есть насколько узко или широко представляется это вейвлет для сверки с сигналом. С помощью такого метода, например, можно делать фильтрацию шумов. Вот здесь слева данный сигнал, где у вас есть такой низкочастотный сигнал, и в некоторой области вложено окошко с более высокочастотным сигналом, то есть тут сумма двух синусов, условно говоря. А здесь добавлен еще шум в виде некоего высокочастотного сигнала. Справа видно диаграмму вейвлет преобразования. Если вы посмотрите, то есть во все области определения, у вас видно, что есть низкочастотный сигнал, чуть более высокочастотный сигнал локализуется вот в этой вот области от 0,25 до 0,75, и высокочастотный сигнал, именно шум, находится вот тоже по всей области в этом районе. Если вы просто обнулите значение вейвлет преобразования вот в этой области и сделаете обратное преобразование, то вы восстановите сигнал то есть таким образом можете отфильтровать шум. Где применяется от металлитеприобразование? Сейчас он применяется много где. Вот интересное применение было это определение частоты времени гравитационного сигнала, сигнал гравитационных волн. Скажем, там он постоянно применяется. в общем-то он применяется во многих областях науки и техники, как говорится. Да, этот метод называется непрерывное ветое преобразование, есть еще дискретное ветое преобразование. схема представлена на слайде, не буду на ней останавливаться. Вот я ее применял для определения, то есть для задачи как можно более быстрого определения некоторого сигнала в зашумленных данных. У нас есть некоторые зашумленные данные. Вообще какая-то задача исходила из делалась для наших коллег из ФВМ. Они хотели определить, то есть они делают источник ионов, создают, и у них есть некая ловушка ионная. Вот они хотели определить момент, когда там начинается набираться вот эти вот ионы. Сигнал там очень сильно зашумлен, и они хотели просто получить некий метод, в котором они могли точно или как можно раньше определить, когда вот этот процесс начинался. Вот здесь это сделано для модельных данных, показано черным, это соотношение для разного соотношения сигнал-шум. Здесь у нас видите очень большой зашумленный сигнал, если бы не вот эта бирюзовая линия, вы бы не определили, где сигнал, вот этот процесс начинается. Но с помощью валид-приворзования можно довольно легко определить вот эту точку начала какого-то более фундаментального процесса вот этих зашумленных данных. Понятно, что для соотношения сигнал-шума более высокого значения сигнал-шума это делалось очень легко, но вот задача была суметь получить вот это вот, решить задачу для очень зашумленного сигнала. Мы ее успешно сделали, но по-моему она не нашла своего применения, к сожалению, в итоге. То есть не было реализовано в их технике. Другим, например, применением является определение сигналов на фоне вот этого спектра масс при анализе данных в физике высоких энергий. Вы видите, здесь есть большой background, есть вот такие маленькие пипочки, которые локализацию которых нужно определить. Вот это можно сделать с помощью, например, неправильного летопреобразования. Здесь вы видите, опять же здесь что скажем так есть некая высокочастотная сигнал и его локализацию. Если это приблизить, то можно найти точно вот точку, где происходит, где вот это вот сигнал омега-мезона возникает. дальше я хотел детальнее, то есть не так грубо, как это было в первой части моего доклада, более детально остановиться на задачи инфикации частиц, которыми сейчас занимаемся. я вам хочу продемонстрировать результаты, которые получены Владимиром Папаяном, сотрудником нашего сектора. Собственно, на этих слайдах я буду показывать его материалы и результаты. Сейчас мы нацелены на задачу инфикации этих заряженных частиц после соударения тяжелых ионов MPD и BIMA. Эти эксперименты отличаются тем, что MPD является экспериментом на встречных пучках, то есть пучки приходят с обеих сторон, соударяются и разлетаются по всему пространству. Тогда как BIMA, это эксперимент на фиксированной мишени, там пучки имеют свой acceptance, то есть пучок налетает на фиксированной мишени, и частицы разлетаются в сторону движения пучка с неким acceptance. На чем основана инфикация частиц вот в эксперименте MPD. Я вам показывал эксперимент с BIMA, rigid detector нацелен на инфикацию электронов и пионов. Rigid detector в MPD нету, там есть детектор TOF и TPC. эти два детектора дают достаточно информации для ленификации частиц, для низких частиц низким импульсом, там меньше двух, условно говоря, даже может быть меньше полутора. TPC детектор дает информацию о так называемом потерях энергии в зависимости от импульса. Вы видите, как для разных частиц выглядят эти кривые. Тогда как TOF детектор это time of light TPC тут написано. TPC это time projected chamber, времяпроекционная камера, TOF это времяпролетный детектор. Он позволяет вычислить скорость, с которой частица дошла от начала взаимодействия до детектора, следовательно, квадрат массы этой частицы. Частицы обладают разной массой, соответственно, можно таким образом сделать ленификацию, но понятно, что это все усложняется ошибками измерениями. Для администрации частиц использовался градиентный бустинг на деревьях решений. Дерево решения такая вот композиция кусочных постоянных функций, которая позволяет прекрасно решать задачу классификации, в общем-то, и задачу регрессии тоже. Здесь вот представлен такой пример, Владимир сделал интересный пример такой, что у вас есть два класса частиц с разными массами и с разными значения потери энергии, например, и построив такое простое дерево решения, можно их хорошо классифицировать, то есть отделить эти пространства друг от друга. Для нашей задачи применялся градиентный бустинг, это последовательное применение деревьев решений к результатам предыдущего дерева решения, таким образом минимизируется ошибка идентификации, то есть классификации. интересно, что для градиентных бустинек важно, чтобы это были слабые деревья, то есть они не очень глубокие, они плохо определяют, плохо решают задачи, но в композиции вот такой они становятся очень сильным классификатором. вот здесь представлены результаты метода, который реализован сейчас в программном свечении NPD эксперимента. этот метод называется 3Sigma или NSigma. Здесь показаны результаты работы этого метода в зависимости от того, как считать эффективность. На это я подробнее буду останавливаться, если что я могу сказать. Да, кстати, я забыл изначально сказать, что в принципе вы можете задавать вопросы по ходу доклада, если возникают. Спасибо, но очень интересно прослушать, а потом с этими вопросами обратиться. Вот Владимир слишком насыщенный, как сказать, материал, чтобы сразу возникать. Хорошо, я понял. Владимир сравнил вот четыре библиотеки, реализующие градиентный бусинг для их решений. Это XGBoost, GBM, CatBoost и SketchBoost. CatBoost это разработка Яндекса. Они отличаются тем, какие деревья в них реализованы, каким образом делать этот градиентный бустик и другими параметрами. Это применялось на двух продакшенах. Под продакшенами имеют в виду данные, которые были созданы нашими коллегами из MPD эксперимента. они отличаются какими-то определенными свойствами. Например, разные генераторы, разные прицельные параметры и тому подобное. В данном случае отличия на этом заканчиваются. Были найдены оптимальные значения гиперпараметров для всех этих библиотек и получены результаты. Здесь видно, что XGBoost дал наилучший результат, довольно сравнимый с SketchBoost в принципе. во всей области до примерно 1,75 гев импульса по импульсу частиц примерно до 75 гев XGBoost показывал более высокую эффективность по сравнению с остальными методами. Тогда как для более высоких методов SketchBoost был несколько лучше. Это эффективность от 90% до 100%. Интересно, что но при этом XGBoost показал общую эффективность более высокая, потому что количество частиц с более низким импульсом намного выше. То есть количество частиц с высоким импульсом гораздо меньше. Вот здесь показано для разных классов частиц эффективность димникации с помощью XGBoost. А здесь дано сравнение с тем методом N-Sigma, который реализован и используется в MPD программном обеспечении MPD эксперимента. Это отношение эффективности. Видно, что для всех значений импульса эффективность с помощью XGBoost градиентного бустинга у нас гораздо выше. Особенно это видно для частиц с высоким импульсом у нас эффективность получается выше. Это для частиц слева, справа для античастиц. Интересно, что XGBoost обучался именно на данных от продакшена 5, я его назвал, да, продакшена 5, который, в основе которой лежал уровень GENERATOR. У нас возник интерес насколько эта модель может иметь обобщающую силу, и обученная на этих данных модель была применена к другим данным, то есть которая генерировалась на основе PHPMD. То есть эта модель была обучена на других данных и применялась к новым данным и показано, что здесь несмотря на то, что эффективность упала по сравнению с немножко с первым случаем, но тем не менее все равно он довольно высокую эффективность показывает и в любом случае он лучше, чем тот метод, который сейчас реализован в МПД эксперименте. Затем было обнаружено интересное свойство, что при малых значениях импульса частиц у нас важность признаков, которые использовались для классификации была одна, то есть здесь импульс был на четвертом месте, потери энергии на первом месте, D и Dx. а в случае для высоких импульсов импульс стал гораздо более важным признаком для анимфикации. Это навело на мысль о том, что там есть какая-то нелинейность, которую модель пытается оценить, раз пришла идея того, чтобы разбить все эти данные по импульсу, то есть был создан шаг по импульсу где-то в 100 ммф набирала статистика для конкретно этих значений импульсов и модель обучалась для классификации частиц именно для этих импульсов, значений импульсов. Если значение импульса было другое, он классифицировался уже другой моделью, то есть у нас уже был целый набор моделей, каждый из которых классифицировал частицы, распознавал частицы именно в своем значении импульсов. И вот такая побинная классификация позволила еще сильнее увеличить эффективность распознавания этих частиц в эксперименте импидима. Там, конечно, еще существуют задачи, которые необходимы, то есть вопросы, которые необходимо исследовать, тем не менее видно, что методы машинного обучения современные позволяют очень хорошо решать задачу идентификации частиц, в данном случае для эксперимента импиди. Но этот опыт мы хотели обобщить на эксперимент Биман. Он, как я сказал, уже фиксит таргет эксперимент, то есть происходит взаимодействие ионов здесь и дальше частицы разлетаются в этом направлении. Нас интересуют вот эти детекторы, которые позволяют дают информацию для генификации частиц. К сожалению, здесь основным детектором является только тайм-флайд детектор Бимани, который позволяет оценить квадрат массы частиц. вот наши коллеги с Биман дали нам данные. Эти данные были распределены естественным образом, как физика предполагается в реальной жизни. Где-то 60% протонов, 40 пионов и 1% каонов только. Но еще хуже то, что только четверть этих частиц имеют измерения в ТОВ-детекторе. То есть, только четверть из них достигли вот этих ТОВ-детекторов. И, соответственно, только они могут быть идентифицированы. Остальные частицы идентифицированы быть не могут. Ну, такая вот эффективность экспериментальной системы Биман. Ну, применив уже XGBoost, который себя хорошо показал к этим 27% частицам, мы получили такие вот довольно хорошие результаты. для идентификации протонов и пионов. К сожалению, с каонами эффективность не очень хорошая. Это исходит из того, что их очень мало, и они просто теряются при идентификации частиц. То есть, модель отдает предпочтение к тому, чтобы идентифицировать протоны и пионы, потому что их просто статистически больше, чем каонам. то есть, мало влияют на целевую функцию, которая минимизируется. Ну, в заключение я просто хотел сказать о том, что у нас, я не отметил, что наши коллеги из лаборатории технологии также занимаются применением нейронных сетей к трекингам. Только задачи трекинга, то есть распознавание траектории этих частиц по данным из детекторов. Вот. Просто хотел это отметить, что здесь тоже ведется большая работа. Ну, основными такими группами, которые применяют метод искусств интеллекта и в первую очередь нейронных сетей в задачах ВОИЯ являются вот группа Оксана Стрельцова и Игорь Ильича Осовского. У Оксаны Ивановны группа представлена в виде там какого-то набора множества докладов на текущей конференции, так что я рекомендую их тоже прослушать и обратить на них это внимание. А также рекомендую постер доклад сегодняшний Владимир Паянов будет немножко о другой задаче применения нейронных сетей к интегрированию функций многих переменных. Вот на этом я в общем-то закончил свои слайды. Большое спасибо Александр. Во-первых, спасибо, что обратил внимание на отдельные группы докладов и на отдельные доклады, чтобы мы на них посмотрели. Но вчерашняя группа докладов Стрельцовой Дмитрий Валентинович Диваков очень хорошо провел эту секцию и все участники получили большое удовольствие. Про Ососкова, насколько я понимаю, вот была ссылка там в первой половине доклада на его работу, она каким-то образом коррелирует с докладом Геннадия Алексеевича на конференции Садовничева, если я не ошибаюсь. Это тоже очень интересный доклад, всем бы тоже интересно было посмотреть его, он где-то записан. Папаяна, безусловно, мы посмотрим, спасибо. Мне очень понравилось содержание и построение доклада, искренне и глубоко говорю, понравилось, но я не все осознал. Поэтому, если Александр позволит разместить эту презентацию, прицепивши ее к нашему мероприятию, чтобы другие могли более подробно и более внимательно посмотреть, было бы очень здорово. Сможешь прислать нам или где-то? Спасибо. Теперь более молодые люди, наверное, с более быстрым мышлением уже усвоили какие-то специальные вопросы и имеют специальные дополнительные вопросы. Может быть, у кого-то есть вопросы из присутствующих. Неужели все такие тугодумы, как я? Дмитрий Валентинович, у тебя нет вопросов? Ты же вроде погружен в эту тематику отчасти. я немного погружен, но у меня был такой короткий относительно вопрос. Меня слышно, кстати? Да, слышно. Да. Я вот, наверное, лет семь назад слушал лекцию Хохлова, но не тот, который наш Хохлов, а Хохлов, один из разработчиков Яндекс пробок. И он показывал очень похожую картинку, как вот с регрессией, Александр, где одна или несколько точек начинают торчать в какую-то немыслимую сторону, да. Вот. И у них там был метод, он назывался не методами меньше квадратов, а какой-то метод, который назначает веса точкам, вот. Я просто сходу не могу сформулировать внятно вопрос, потому что я забыл название. Но смысл в том, что... Обычно это называется робастная регрессия. Да, там был какой-то вариант робастной регрессии, который как раз позволял от этих точек как-то очень быстро избавляться. Но учитывая, что в пробках там точек значительно больше, чем здесь. Ну, здесь пример нарисован, не помню его название, вот просто вспомнил, что он применялся для обработки именно больших данных. Но, к сожалению, я его просто название забыл. Вопрос. Нет, это скорее комментарий. Спасибо, спасибо. Ну, насчет больших данных, ну, здесь, скажем, там, конечно, пример был, да, вот здесь там около тысячи траектории проходят, здесь данных гораздо больше, или, например, можно показать, а здесь, наверное, нету, да, того, что я хотел показать, или можно вот здесь, да, более наглядно будет видно, что, если вы хотите вот эти вот группы точек фитировать некоторой моделью, там, по-моему, есть функция блоха, или там еще один есть автор, две фамилии. В флаке блоха? Ага. Как вы сказали? В флаке блоха есть. Да, правильно, совершенно верно, да. Вот если вы хотите это фитировать вот этой кривой, то вам, в принципе, понадобится рабастный подход, потому что вот эти вот точки, которые довольно сильно расходятся от кривой, они будут просто вам сильно мешать, потому что они будут давать большой вклад в квадрат ошибки, поскольку ошибка считается как расстояние в квадрате. Так что здесь вот, например, вам понадобится такой подход рабастный рисовой. как пример, где это может быть применено. А в пробках, да, безусловно, в пробках это тоже очень важно. Там это вообще должно быть в реальном времени фактически делаться. возможно, у них есть какая-то специальная разработка, которая позволяет в реальном времени это делать. Не могу сказать, я не слушал такое, к сожалению. спасибо большое. Еще вопросы есть? Салтан Исмаилович, пожалуйста. Коллеги, добрый день, очень интересно, действительно. Скажите, пожалуйста, вот продолжение, в логическом продолжении предыдущего замечания, а вот смежные области, это считается общей модели построенной. у вас какое-то видение каких-то смежных задач, есть и какие-то области? Первые, ближайшие. Да, да, да. Ну, спасибо. Да, конечно, задача регрессии, она применяется не только в задачах физики Сорхенергена, и эти аутлеты, выбросы, они могут быть везде, и собственно одними подходов. Вообще говоря, нередко в задачах вот Data Science, что называется, возникают проблемы вот этих вот аутлетов, выбросов. Там тоже можно применять собственно рабастный подход. Вот задачи, скажем, тоже пробок, Яндекс пробки была озвучена. Да, в общем-то, везде, даже это зависит от вашей фантазии, в общем-то, по сути, если говорить про рабастную регрессию. Метод машинного обучения также применяется где угодно, задача классификации в банках, банкингах, для определения насколько человек добросовестный можно ли ему давать кредит или ипотеку. Сейчас, по-моему, банки повсеместно используют, а Сбер, по-моему, вообще полностью автоматизировал, там человеческое влияние сведено чуть ли не до нуля. В ивлет преобразование используется, вообще говоря, в фильтрации, в сжатии данных, в фильтрации сигналов, в сжатии данных, например, данных картинок GPG, это стандарт. Я бы даже сказал, знаете, как по-другому, вот эти методы, которые я показал, они скорее это расширение применимости этих методов к задачам физики высоких энергий. Вот. Не то, что они узко используются для этих только задач, а наоборот, это общие методы, которые то есть область применимости этих методов расширяется также на эти задачи физик высоких финалов. Для обработки анализ данных задач физик высоких финалов. Спасибо большое, Александр. Еще вопросы есть? Если больше вопросов нет, возможно, они возникнут после прочтения еще дополнительного знакомства с презентацией, и я надеюсь, что мы будем встречаться и в частном порядке, и в более таких расширенных вариантах, и будем с вопросами приставать. Большое спасибо. Кто-то хочет выступить с заключительным словом, с каким-то дополнением. Я могу сказать еще раз спасибо за внимание, что пригласили представить доклад. Спасибо, Александр, большое, большое спасибо. Очень рассчитываем на очные встречи, потому что студенты, сами знаете, это такая масса, которой надо управлять в таких случаях. И когда вы у нас появитесь, мы обеспечим, я думаю, студенческую аудиторию, ведь я послушал доклад, ну скажем так, студенты математики действительно, как вы сказали в начале, вполне способны воспринять этот математический аппарат. Вполне способны, ну там студенты начинают после четвертого курса. Ну и вот к сожалению студентов действительно мало. Ну и они всегда уже это давно сложилось у нас в России, да, когда это удаленная встреча, не очная, студенты наши, у них такая ментальность, они предпочитают меньше служить. Ну вот, я ни на что не намекаю, но действительно буду рад, если мы как-то организуем, продолжим наши встречи. Вот эта тема очень важная, правда наша профессор Гайдамак Юль Васильевна сейчас в Дубне конкретно находится, да, на экскурсии, очень захотела поехать. Она читает нашему, нашим студентам, начали читать курсы машинного обучения, например, да, и вот то, что я слышал от вас, ну, вообще говоря, просто несколько позиций, которые, ну, в том или ином виде вы в ее курсах отражены, вот. Ну, и спасибо еще хочу сказать Дмитрию Валентиновичу не за то, что он не собрал студентов, вообще говоря, как ответствие за это дело, а за то, что он стал вникать в эти проблемы. То есть, для нас-то тематика новая, вообще анализ больших данных, ну, массово, да, хотя основные люди, там, Дима Куль, Дмитрий Кулябов, Дмитрий Деваков, команда вообще Леонида Антоновича занимаются этими вопросами. И вот я короткое совершенно выступление по этому делаю, что надо нам больше, конечно, учить молодежь новым методом. Они и старые, вы правильно сказали, да, этим методом, там, сто лет некоторым математическим, да, но тем не менее новое применение надо с этим ознакомиться. Большое спасибо. Еще раз приглашаю к нам в университет. Мы подумаем, как это сделать. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Спасибо всем, спасибо участникам, спасибо организаторам, До свидания. До свидания. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok